Всем привет и хорошего настроения, дорогие ненамышленники! Здравствуйте, все зрители нашего канала! Сегодня я предлагаю вам совершить увлекательную экскурсию в середину 70-х годов прошлого века. Давайте представим себя обладателем чудесного магнитофона Astra 205, который мы с вами уже в прошлом обзоре достаточно подробно рассмотрели. Вот он перед вами, гибридный полуламповый полутранзисторный магнитофон, выпуск которого был начат в 1973 году. И, допустим, есть у нас вот такая замечательная вертушка Vega 101 Stereo. Первый отечественный электрофон, первоклассник, настольный, с колонками, с акустикой. Значит, что, в общем-то, чаще всего происходило в те годы. Не все записи можно было приобрести в магазинах, торгующих громпластинками. На катушках магнитных, насколько я помню, вообще практически ничего не было. Они продавались, в лучшем случае, пустыми, что хорошо. Или же были варианты, продавались записями каких-то там совершенно невостребованных, непопулярных песен. Ну, допустим, вот мы, так сказать, захотели себе чего-нибудь записать, как чаще всего и поступали владельцы магнитофонов. Для чего они покупали? Для того, чтобы переписывать на пленке ту музыку, которой, в общем-то, не было в продаже в магазинах культ товаров, как они тогда назывались, в магазинах фирмы «Мелодия». Были такие фирменные уже тогда, и у нас в Ленинграде, и вообще по стране. Но магнитофон покупался, разумеется, для того, чтобы можно было что-нибудь на него записать. И вот у нас сейчас включен и готов практически к записи магнитофон «Астра-205». Также стоит готовый к записи электрофон «Вега-101». Знаете, да, что электрофон отличается от проигрывателя наличием собственного усилителя. Посредством вот такого вот шнурочка с пятиединовой вилкой на конце вот так вот это все выглядит. Мы соединяем наш магнитофон, вставляем в соответствующий гнездо этот штекер, с линейным выходом этого нашего проигрывателя «Вега-101». И теперь же, если мы что-то будем, так сказать, записывать, то мы, соответственно, что-то, вернее, что-то воспроизводить на «Веге-101», то мы можем записать на нашу с вами «Астру». Допустим, дали нам пластинку какую-нибудь послушать. Ну, что там, возьмем что-нибудь из репертуара тех лет. Вот есть у меня такая замечательная пластинка, вокально-инструментальный ансамбль «Голубые гитары». Как раз в те годы, вот, год, правда, 68-го года, но это значит, что вплоть до 73-го года эта пластинка могла быть выпущена. Вот, «Голубые гитары» под руководством Игоря Гранова, да, руководителя. Тут, как бы, достаточное количество, ну, миньон, 4 песни. Давайте попробуем его послушать и записать. Допустим, дали нам эту пластинку послушать, и мы решили оставить эти песни себе. Как поступая в таком случае? Конечно же, кладем наш диск достаточно потертый на слепмат нашего электрофона. Вот, подсоединяем все необходимые подключения. Переводим магнитофон в режим записи. Делается это следующим образом. Нажимаем кнопку записи, включаем, значит, переключать режим LPM в положение записи. Этим вот регулятором будем регулировать уровень записи. Ну, а поскольку у моего магнитофона, как я вам говорил, есть беда, этот счетчик бутафорский, то есть он развалился совершенно, его весь корпус. Для того, чтобы точно определить место, где мы с вами записываем, воспользуемся дедовским методом. Вот такую закладочку поставим в виде бумажки на нашу приемную катушку. Что ж, в принципе, можно запускать, так сказать, магнитофон в режим записи. Это делается вот этой клавишей пуск. Кстати, большое спасибо Сергею, моему тезке, нашему единомышнику, который мне подсказал, что эта клавиша пуск, она же является и паузой при записи. Я вот просто не додумался. Для пуска мы пускаем ее вниз, а для того, чтобы кратковременно остановить запись, не вырубая, допустим, режим записи или воспроизведения, мы ее просто поднимем обратно вверх. Вот такой интересный функционал. Пишем сначала на девятой скорости. И вот этот блестящий рычажок. У нас, в принципе, достаточно только его повернуть, как запись начнется. Ну, давайте мы, наверное, так и поступим. Так, как-то не очень хорошо у нас пошла вот эта самая закладочка. Давайте мы ее немножечко по-другому, так сказать, поставим, чтобы было, в общем-то, комфортнее и понятнее. Вот. То есть вот это место у нас будет как раз с начала записи. Повторяем. Так. Теперь пускаем наш аппарат на запись на девятой скорости. Ну, а, соответственно, проигрыватель переводим в режим воспроизведения. Про группу голубой гитары, про ВИА, я вам потом расскажу. От солнца летнего земля светет, Мальчишки весело. Мальчишки весело. И он поет. Слава не кидает. Он попирает. Веселые песенки про мужик удивляет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, для того, чтобы понять разницу между качеством записи на 9 и на 4 скорости Мы с вами переключим наш аппарат на 4 скорость Теперь уже включим режим записи Как вы видите, катушки вообще еле-еле вертятся Ну и, соответственно, перейдем к записи этого, второй стороны этого диска, этого миньона Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прук Tirка Отключим наш проигрыватель Вернее наш электрофон И попробуем перемотать И послушать то, что у нас получилось Мотаем до закладочки Да Перед тем как отдать платинку Нуууууууа уже послушать Что мы там по-назаписываем Мотает кстати Зверский этот магнитофон Еще немного еще чуть-чуть точнее любого счетчика вот закладочка наша улетела значит мы приблизились к моменту воспроизведения ну что послушай так а скорость того сначала была 9 лет пока тишина ну так и было мы сначала вырубили запись а потом уже поставили товар ну и где мальчишки Поёт и смущается, и даже солнце песни улыбается, Как добрый сказочник, как чай, нашёл дорогу сердцам людей. Поёт он весело, а вот и смущается, и даже песни этой песни подбивает. А он вдруг поёт и не смущается, и даже солнце песни улыбается. Ну что, вы, наверное, заметили, да, что записалось вполне неплохо на девятой скорости, даже на плёнку такую старенькую достаточно. И, наверное, тоже обратили внимание, что преобладают всё-таки здесь высокие частоты. Даже как-то, по-моему, запись более звонкая, чем при воспроизведении с электрофона, не так ли? Но это потому ещё, что, конечно, скажем так, старенькая уже головка, я думаю, первая причина, она внизу не очень много даёт. А запись идёт напрямую здесь, минуя усилитель электрофона с головки прямо на вход магнитофонный, потому что здесь достаточно большой сигнал, наверное, без заголовка. Ну и вторая причина, я полагаю, всё-таки, система акустическая у магнитофона, она из двух овальных динамиков 1GD36, они, конечно, такие низы выдавать не могут, как штатная акустика этого электрофона, здесь всё-таки малые акустические системы, 10 масс. Вот. Там большой динамик низкочастотный. Давайте послушаем ещё, перед тем, как отдать, так сказать, пластиночку другу, мы проверим всё, что мы поназаписывали тут. Дух бродяже, всё реже, реже, прошевеливаешь пламень пус, О, моя мутрачная смелость, Пусть твоглазь и пологлазь и чусь. Я теперь скупее стал в желаниях, Жизнь моя, или ты приснилась мне, Словно я весенней гулкой ранью, Про стакан на розовом колье. Не жалею, не забуду, не плачу, Всё пройдёт, как с белых ябланды. Убеда, неразово-то махлачу, Я не буду больше молодым. К сожалению, не работает индикатор в режиме воспроизведения, Не знаю, можно ли сделать так на этом магнитофоне, Надо подумать, чтобы он в режиме воспроизведения работал, Было бы красиво, чтобы вот эти полоски бегали, так сказать, зелёненькие. Было бы интересно. И я хочу заметить, что, конечно, Уровень записи я всё-таки взял несколько повышенный, Потому что, наверное, заметили искажения на больших уровнях громкости. То есть можно было бы взять и поменьше, Потому что громкости у этого магнитофона на самом деле хватает. Ну, а теперь давайте посмотрим, что у нас там стало дальше, С записью на девятой скорости. Где-то сейчас она должна начинаться, да? ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В комплементарных парах Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все таки Субтитры создавал DimaTorzok Далее Через магнитофон все-таки уши. Ну, в общем целом, результат достигнут. Любимую пластинку мы переписали в приемлемом качестве. Ну, а сейчас пару слов про группу «Голубые гитары». Я в ее истории до этого особо не интересовался. А сейчас загляну. Очень интересный ансамбль, на самом деле, вокально-инструментальный. Итак, обратимся к Википедии. «Голубые гитары» — вокально-инструментальный ансамбль, созданный в начале 1969 года композитором и пианистом Игорем Грановым в Москонцерте. В 1968-1969 годах в составе советского мюзик-хола дирижер Игорь Гранов находился в длительной гастрольной поездке на американском континенте, во время которой в Мехико познакомился с Луи Армстронгом. Приобретенный на этих гастролях опыт и советы Луи Армстронга навели Гранова на мысль создания на советской эстраде нового жанра. Так, в 1969 году появились «Голубые гитары» — вокально-инструментальный ансамбль, название которому, внимание, дали немецкие электрогитары голубого с перламутром цветом. Вот оно откуда. То есть тут никакой, скажем так, ЛГБТА тематики нету, а именно цвет гитар. Когда раньше об этом даже, слава богу, даже никто не подозревал, чтобы что-то там в слово «голубые» нести какую-то голубизну, принятую сейчас, фу, противно. Вот, значит, немецкие гитары с голубого с перламутром цвета дали название этой замечательной группе. Кстати, поют профессионально. В 1970-е годы гастроли голубых гитар, как и многих других, ВИА собирали аншлаги на всех площадках Советского Союза. Вот, то есть мы угадали с периодом. У нас магнитофон 1973 года, у нас 70-е годы вертушка и 70-е годы аншлаги голубых гитар. В 1980-е годы интерес к жанру ВИА спал, и группа пыталась удержать внимание аудитории, экспериментируя с жанром и стилем от попсы до хэви-метал. И постоянно меняла свое название. Группа Игоря Гранова, синтез труппа Игоря Гранова, Игра, но к началу 90-х годов, увы, прекратилось существование. Ряд участников ансамбля продолжили сольную карьеру. Игорь Крутой, Вячеслав Малежик, Роксана Бабаял, Павел Бабаков, Петр Подгородецкий. Вы посмотрите, какие имена, какие имена, так сказать, задействованы были в этой замечательной группе. Ну вот. Да, Игорь Крутой, Роксана Бабаял, Вячеслав Малежик, Аида Ведищева, кстати, Александр Малинин. Вот я из другого источника смотрю. Вот, 24 смейный сайт. Да, интересно. Ну что ж, вкратце я вас познакомил с этой группой. Будем считать, что немножко коснулись мы рубрики, листая старые пластинки в том числе. Вот, сейчас я вам немножечко покажу еще заднюю часть этого монитофона, который я добыл показать в прошлом обзоре. Не знаю, нижнюю все-таки часть. То есть, там есть прикольная такая табличка, которая меня всегда умиляла и улыбала. Вот. Ну и давайте посмотрим, что у нас там снизу. Вот такую интересную фишку я вам хотел показать, друзья. Прикольно. Открываем. Вот в прошлом ролике, в прошлых роликах не показывал. Я вам эту астру вид снизу, да. Вот она, с ручкой для переноски. Вот так она выглядит снизу. Это вот ножки резиновые для, так сказать, амортизации ее на гладкой поверхности. Ну и отсек двигателя. Вот он там проглядывает движок оттуда с вентиляцией. Но самое интересное не это, и даже не шильда, на который указано... Сейчас, секундочку отсвечиваю. Это Астра 205. Год выпуска 75-й, второй месяц, да. А вот эта табличка изумительная просто. Внимание! Высокое напряжение запрещается включать в сеть, приснятая в верхней панели или снятом дне чемодана. Класс, да? Переключение напряжения только после отключения на сети. Это безумительно. Но вот эта вот фраза, снятое дно чемодана... Кстати, она перекочевала и на более поздней модели Астра. Была у меня Астра 209, я помню, в 87-м, что ли, газом. Вот, и мой приятель Максим очень сильно давно издевался, когда на задней стенке прочел аналогичную надпись. Хороший, говорит, у тебя чемодан! Надо же так обозвать, магнитофон было. Вот, и вот тут снизу еще магнитофон Астра 205, тип ПМ-22, ГОСТ-12392-71, напряжение питания 220 вольт, 222-127-50 герц. Цена 210 рублей, как совершенно верно указано на сайте у Валерия Харченко. Извините, что вверх ногами. Вот, ну, так вот оно написано. Вот, могу перевернуть камеру, чтобы было видней. Цена 210 рублей, то есть все верно. Ну, и логотип завода. Вот он, этот самый, извините, что с рук снимаю. Стилизованная катушка с какими-то баллистическими масонскими знаками внутри. Вот, собственно говоря, все, что я хотел рассказать и показать сегодня в этом обзоре. А посему откланиваюсь. Всем привет и хорошего настроения. Всегда с вами Сергей.